Добро пожаловать на канал Королевские чтения. В 2004 году началась эпоха антиангиогенной терапии в офтальмологии. С тех пор в клиническую практику вошло несколько оригинальных препаратов для лечения пациентов с эксудативной формой возрастной дегенерации макулы, субретинальной невоскулиризацией при близорукости, диабетическом и посттромботическом отекам макулы. Сейчас мы наблюдаем вхождение в практику ряда биологических аналогов оригинальных препаратов, которые должны сделать лечение более доступным. Биокон Биологикс получила от Европейской комиссии разрешение на продажу Есофили, биологического аналога Афлиберцепта. Это препараты для интравитриального введения, частота проведения инъекций раз в месяц при загрузочных дозировках и далее раз в 8 или более недель, в зависимости от состояния сетчатки и реакции пациента на лечение. Активное вещество в Есофили это Афлиберцепт, также известен под друговым названием Айлия. Он представляет собой модифицированный белок, разработанный для прикрепления и блокирования действия молекул фактора роста эндотелия сосудов А и плазонтарного фактора роста, тем самым уменьшая рост новообразованных кровеносных сосудов и отека сетчатки. Есофили не следует применять у пациентов с воспалительной патологией глаз и переокулярных тканей. Компания Samsung BioEpis объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки одобрила заявку на лицензию для препарата BioVis как взаимозаменяемого биологического аналога лицензиса. Первоначальное одобрение BioVis получил в сентябре 2021 года и стал первым офтальмологическим биоаналогом в Соединенных Штатах Америки для лечения эксудативной формы возрастной дегенерации макулы, отека макулы при экклюзиве сетчатки и миопической хороидальной невоскуляризации. В недавнем одобрении BioVis теперь обозначен как взаимозаменяемый препарат лицензиса для лечения вышеуказанных заболеваний. Производитель отмечает, что BioVis может вызвать побочные эффекты, такие как помутнение стекловидного тела, повышение внутриглазного давления и при несоблюдении условий стерильности введения препарата, либо наличие эндогенной инфекции у самого пациента, возможно развитие серьезного осложнения, как эндофтальмит. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки одобрило препарат Vabisma компании Genentech. Vabisma – это оригинальный препарат для интравитриального введения, активное вещество – форицимаб. Повышенное содержание фактора роста эндотелия сосудов А и ангиопоэтина-2 может привести к росту аномальных кровеносных сосудов И или повреждению нормальных сосудов в заднем полюсе глаза. Впоследствии из сосуда внутрь глаза может просачиваться жидкость, что приводит к возникновению отека и потере зрения. Блокируя действия ангиопоэтина-2 и факторы роста эндотелия сосудов А, препарат Vabisma уменьшает просачивание жидкости из аномальных или поврежденных сосудов и тем самым помогает сохранить и улучшить зрение. Как показали исследования, Vabisma успешно достиг основной цели – повышение остроты зрения через 24 недели наравне с Африберцептом. Эти результаты были дополнительно подтверждены данными, показывающими способность Vabisma быстро и эффективно нейтрализовать отек сетчатки. Противопоказаниями к применению являются воспалительность заболевания глаз, гиперчувствительность к компонентам препарата и возраст до 18 лет. Новое соединение, созданное в Университете Иллинойса в Чикаго, потенциально может стать альтернативой инъекциям для населения с эксудативной формой возрастной дегенерации макулы. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, под руководством исследователя Юлии Комаровой, было обнаружено, что низкомолекулярный ингибитор может эффективно обратить вспять повреждения, вызванные возрастной дегенерацией макулы, и стимулировать процессы регенерации и заживления. Кроме того, это лекарство можно применять в виде глазных капель, что значительно удобнее для пациентов. В ходе исследования выяснилось, что ингибитор EV3 действует путем обращения с 5 возрастных генетических модификаций. Процесс старения вызывает воспаление гипоксию в глазах, что приводит к изменениям в экспрессии генов, связанным с клеточными эффектами и симптомами эксудативной возрастной дегенерации макулы. Было определено, что разработанный ингибитор способен отменить эти эпигенетические изменения, восстанавливая экспрессию генов до нормального здорового состояния. В журнале Nature Medicine представлена новая молекула для лечения диабетического макулярного отека. Препарат, известный как UBX1325 или Facelutaclax, разработанный учеными из Unity Biotechnology в Сан-Франциско совместно с Университетом Монреаля, будет устранять поврежденные стареющие клетки в сетчатке при диабетическом отеке. В настоящее время препарат находится во второй фазе исследования Aspire. Результаты о потенциальной эффективности и профиле безопасности препарата ожидаются в четвертом квартале 2024 года. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте за комментарии, нам очень важно ваше мнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова